Всем привет! Вы на канале Лексагон Плюс, и мы продолжаем наш курс «Французский язык для начинающих». И сегодня у нас десятый урок. План сегодняшнего урока у вас на экране, чтобы в будущем вы могли легко найти интересующую вас тему. Заниматься будем в основном фонетикой, потому что нас ждет сегодня два новых звука «е-уа». Попрактикуем произношение этих звуков, потом посмотрим, как они могут отображаться на письме, какими буквами и сочетанием букв, потом прочитаем небольшой диалог и совсем немножко поговорим о грамматике, а именно начнем знакомиться с так называемыми ударными личными местоимениями. Давайте приступим. Итак, фонетика. И наш первый сегодняшний звук – звук «е». Этот звук относится к так называемым полугласным звукам. Иногда полугласные звуки также называют полусогласными звуками. При его произнесении органы речи располагаются точно так же, как и для произнесения звука «и», только спинка языка поднимается еще выше. Данный звук очень похож на русский звук «е» в словах «йод», «ель». Отличаются они лишь тем, что французский «е» более энергичный и звонкий, и он сохраняет свою энергичность в любом положении, даже когда он стоит в конце слова. В целом же данный звук для русскоязычных студентов не представляет особой сложности. Давайте потренируемся его произносить. Давайте вместе произнесем вот эти звуки, обращая внимание на размыкание звука «е» в конце. Не нужно произносить его как «ай». Не бросаем звук, заканчиваем его и размыкаем. «Ай», «эй», «уй», «и». Теперь в начальной позиции. «Я», «е», «ю», «и». Еще раз. «Я», «я», «е», «ю», «и». Следующее упражнение. Читаем вместе. «Пи», «пи», «е». «Би», «би», «е». Не забываем размыкать в конце. «Би», 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 «фи». «Ви», «ви». «Ти», «тий». «Ди», «ди». «Си», «си». «Зи», «зи». «Ши», «ши». Как видите, это не очень сложный звук. Просто помните, что это более энергичная и звонкая версия русского звука «е». А вот этого звука «у» в русском языке нет. Но похожий звук есть, например, в английском, как, например, в слове «wine». Данный звук тоже считается полугласным или полусогласным, и встречается он, как правило, перед каким-то другим гласным звуком, например, «а», «и», «э» и так далее. Чтобы его произнести, наши органы речи сначала принимают положение как для произнесения звука «у», то есть язык втягивается, губы вытягиваются в трубочку, только в отличие от звука «у», звук «w» требует еще большей напряженности губ. Нужно, чтобы они еще больше были вытянуты вперед и еще сильнее округлены. Так вот, сначала мы принимаем вот это исходное положение, как будто бы готовясь к произнесению звука «у», но, как я уже сказал, это более напряженное положение, чем то, которое требует звук «у». А затем из этого положения мы резко переходим к произнесению последующего гласного звука. Например, если это «а», то у нас получается «ва». Если это «и», то у нас получается «уи». Если это «э», то у нас получится «ве». Также важно понимать, что данный звук образует один слог с последующим гласным звуком. Например, если мы возьмем слово «уи», «да» по-французски, это не два слога «у» и «и», это один слог «уи», потому что звук «у» не является гласным. Это полугласный звук. Он не может образовать слог сам по себе, только в комбинации с последующим гласным звуком. Давайте потренируемся произносить данный звук. Давайте сначала скажем «у», а потом без паузы перейдем к «и». У нас получится «уи». «Уи». Здесь губы вытянуты вперед, язык оттянут назад. Затем мы растягиваем губы в улыбку, а язык вытягивается вперед. У нас получаются два звука «у», «и», которые мы можем произнести с паузой. «Уи». Видите, это два слога «у», «и». Но мы в этом упражнении произносим их слитно. Еще раз. «Уи». А теперь мы сделаем следующее. Сначала приготовимся произносить звук «у». Примем вот это напряженное положение губ и языка. Подкачаем немного воздуха в щеки. «Ууу». «Ууу». И затем резко переходим к звуку «и». У нас получается «ууи». «Уууи». И это уже будет один слог. Разнесем еще раз вот эту пару. «Ууи». «Ууи». Теперь усложним задачу. Добавим согласный звук «п». И у нас получится «пууи». «Пууи». Еще раз. «Пууи». «Пууи». «Бууи». 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 Вот это сочетание чуть сложнее, потому что звук «ф» является зубногубным, тогда как звук «в» является губным. И довольно-таки непросто быстро перейти от зубногубного к губному звуку. Нужна практика. Давайте попробуем. «Фуи». 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 Та же самая сложность и здесь. «Вуи». «Вуи». Еще раз. «Вуи». «Вуй». «Люи». 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 «Руи». 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 При выполнении упражнения на звук «в», следите за тем, чтобы вместо звука «у» у вас не получался звук «у». Особенно в таких сложных комбинациях, как это, например. Звук «у» у нас вот здесь. А здесь у нас звук «у». Эти два звука похожи только положением языка и губ. А по звучанию они абсолютно разные. Не смешивайте их. Следующее упражнение произнесем вместе. Пуи – буй. Фуи – вуй. Туй – дуй. Суй – зуй. Шуи – жуй. Куй – гуй. Муй – нуй. Люй – гуй. В этом упражнении потренируемся произносить звук «у» в сочетании со звуком «э». Произнесем вместе. Пуэ – буй. Пуэ – буй. Фуэ – вуй. Туэ – дуэ. Суэ – зуэ. Шуэ – жуэ. А теперь со звуком А. А теперь давайте посмотрим, как эти звуки могут выглядеть на письме. Итак, наше первое правило чтения. Гласная И перед произносимой гласной читается как Е и образует с ней один слог. Как, например, в следующих словах. Прочитаем их вместе. Пьеса. Видим букву И, за которой следует произносимый гласный Э. А значит, все вот это вместе читается как Е. И все слово читается в один слог. Пьеса. Мюзисян. Здесь тоже самое. Йен. По слогам это будет мю-зи-сьен. Мя-няк. Мя-няк. Релеф. Италияне. Парисиен. Канадienne. Диэт. Диаметр. Акасия. А-кя-сья. Марьетта. Марьянна. Азиатик. Пианист. Следующее правило. Буквосочетание И, Л, Л после гласной читается как Й, как, например, в данных словах. Прочитаем вместе. Бутейя. Траваия. Таия. Марсейя. Марсель. Версайя. Версаль. Мирейя. Обратите внимание, что вот в этих словах буква А с буквой И в данной ситуации не образует звука Э. Помните, у нас было такое правило, что когда буква А идет вместе с буквой И, то вся эта комбинация читается со звуком Э. Но это правило не работает, когда после А идет И с двумя Л. В таких ситуациях буква А читается со звуком А. А после нее произносится звук Й. И мы получаем Тхавайе. Таие. Следующее правило чтения. Буквосочетание О-Ю перед произносимой гласной читается как У. И образует один слог с последующей гласной. В остальных случаях мы помним, что сочетание букв О-Ю читается со звуком У. Ну, когда после О-Ю идет какой-то произносимой гласной, данное букво-сочетание читается как У. Как, например, в данных словах. Прочитаем вместе. Два слога. Би-вуак. Следующее правило. Буквосочетание О-Ю с акцентом акцент-сиркунфлекс читаются в один слог как УА. Например, в таких словах как МОА, ТОА, КОФЕР, КОФЮР, БУАТЬ, НИСОА, МАДМУАЗЕЛЬ. В данном слове также обратите внимание на выпадение беглой Э. МАДМУАЗЕЛЬ. Теперь давайте прочитаем небольшой диалог. В данном диалоге происходит следующая ситуация. Раздается звонок в дверь. Мужчина подходит к двери. После чего происходит следующий разговор. КИ ЭЛЯ? КТО ТАМ? СЕ МОА, МИРЕЙ. Это я, МИРЕЙ. А, СЕ ТУА, МИРЕЙ. САЛЮ, САВА? А, это ты, МИРЕЙ. Привет. Как дела? МЕХСИ, САВА. АНЕТЕ ЛЯ? СПАСИБО, ВСЁ ХРОШО. АНЕТЬ ЗДЕСЬ? АНА ДОМА? АНЕТЬ НЕ ПАЛЯ. АНЕТЬ ЗДЕСЬ НЕТ. ЭЛЯ ТА МАРСЕЙЕ. АНА В МАРСЕЛЕ. ЭЛЯ РИВ СО СВАР. АНА ПРИЕЖАЕТ СЕГОДНЕ ВЕЧЕРОМ. ГОЛОСОВОЕ СЦЦЕПЛЕНИЕ ЗДЕСЬ. КИЕЛЯ. СЦЦЕПЛЕНИЕ ТАКЖЕ ВОТ ЗДЕСЬ. АНЕТЕ. АНЕТЕЛЯ. ТАКЖЕ ЗДЕСЬ. ЭЛЯ ТА МАРСЕЙЕ. СЦЦЕПЛЕНИЕ, СВЯЗВАНИЕ. ЭЛЯ ТА МАРСЕЙЕ. ЭЛЯ РИВ. СО СВАР. ЭЛЯ РИВ СО СВАР. Далее полезное выражение КИЕЛЯ, которое можно перевести как КТО ТАМ. В этом диалоге мы также знакомимся с ударными личными местоимениями МОА и ТВА, которые переводятся как Я и ТЫ, соответственно. До этого урока мы работали только с так называемыми личными приглагольными местоимениями, такими как ЖЕ, Я, ТЮ, Ты, ИЛЬ, ОН, ЭЛЬ, ОНА. Так вот, ударные местоимения отличаются от личных приглагольных местоимений тем, что могут использоваться самостоятельно, тогда как личные приглагольные местоимения всегда сопровождаются каким-то глаголом. А ударные местоимения используются самостоятельно, без глагола. И они могут сами по себе образовывать ритмическую группу, в отличие от приглагольных местоимений, которые всегда приклеиваются к своему глаголу. Мы еще вернемся к ударным местоимениям в грамматической части. В данном предложении мы видим следующую структуру. Анет не есть тут, здесь. На русский язык более естественно перевести как Анет не здесь, ее тут нет. В последнем предложении у нас новое слово СВАР, вечер мужского рода. Начинается на согласный звук и букву, поэтому указательное прилагательное ЭТОТ имеет форму С. Дословно это переводится как Она приезжает этим вечером. Но по-русски мы говорим сегодня вечером. Теперь давайте повторим предложение данного диалога, ориентируясь только на слух, не подглядывая в текст. Анет не подглядывая. И пару слов о грамматике, а точнее об ударных личных местоимениях Итак, как я уже сказал, ударные личные местоимения «moi, toi» употребляются самостоятельно, в отличие от их приглагольных аналогов «je», «tu», которые всегда стоят при каком-то глаголе. Например, «Ки arrive?» «Кто приезжает?» «C'est moi» «Я» «J'arrive ce soir» «Я приезжаю сегодня вечером» Видите, вот в этом предложении для краткого ответа мы не можем использовать местоимение «je», только ударное местоимение можно использовать без глагола. А здесь мы даем полный ответ «Я приезжаю сегодня вечером». При этом глагол «arrive» сопровождаем приглагольным личным местоимением «je». Нельзя сказать «moi arrive» и наоборот «c'est je». Это неправильно. Другой пример Та же самая ситуация. Ударное местоимение «toi» без глагола. Приглагольное местоимение «tu» рядом с соответствующим глаголом во втором лице единственного числа. И наш урок подошел к концу. Хорошенько поработайте с новыми звуками, потому что в следующем уроке нас ждет еще один более трудный полугласный звук. А на этом у меня все. Удачи и пока.